Ку-ку! Подружки, привет! Доброй всем субботы! У нас сегодня история следующая. Мы с этим человеком приехали вот в такое место, которое называется Пикник Парк. Оно находится в 12 минутах от нашего дома. И мы решили сегодня все-таки вылезти погулять, поскольку вся вот эта беременная история, все мероприятия последних двух недель, связанные с моей беременностью, они очень сильно уж поддостали и прямо, ну, как бы дома сидеть, крыша отъезжает. И вот в 12 минутах есть такой парк, как я уже сказала, называется Пикник Парк. И тут можно бегать, играть и делать все, что хотите. Как вы можете уже сделать вывод, парк эксклюзивно сегодня открыт только для нас. Мы здесь реально вдвоем. Здесь нет ни одного человека. Мы вдвоем в этом парке. Лучше, чтобы погода была хорошая, когда ты сюда приезжаешь. Почему? Потому что, когда ты сюда попадаешь, ты за вход платишь 15 евро. 5 евро за ребенка, которому больше двух лет, и 10 евро за родителя. Почему 10 евро за родителя, я не знаю. Но очевидно, наверное, потому что родитель, главный персонаж, который будет пользоваться всей этой лабудой. Ну, то есть здесь у нас бассейн с лодками. Тут огромная вот такая вот горка. Там какие-то машинки или что-то. Ну, короче, мы пойдем все это смотреть. Ну, в общем, за 15 евро не хочется вернуться домой. Поэтому, смотрю, небо сегодня нормально. Дождя вроде бы нет. И, в общем, ну, как-то нам везет. Потому что все остальные дни тут с погодой так себе не очень. Ну, и, короче, мы пойдем сейчас с котенком смотреть, что тут к чему, на какие аттракционы мы можем пойти. Ну, и, в общем, чем мы тут можем заняться. Тут какой-то батут странный с водичкой. Я, на самом деле, не знаю, это накрытый бассейн или это батут, котенок. Мне страшно на это наступать. Ну, может, ты иди. Я, потому что своей опухшей большой ногой не понимаю, тут можно на нем прыгать или нет. Ну, стремно? Ну, давай пойдем. Если мы с тобой провалимся, ну, к обздец нам. А, нет, тут есть дно, я чувствую. Это... А, нет дна! Блин, котенок! Это какой-то странный батутик с водой. Ты должен прийти в экстаз за 15 евро сейчас. Ну, или, точнее, сказать, я. Потому что тебе билет был 5 евро, а мне 10. Значит, я должна в экстазе сейчас тут прыгать, очевидно. Так, горка тут вот такая. Можно взять вот эти вот тюбинги. Ну, что-то тут... Ну, я как-то, мне кажется, не рискну вот этого человека посадить одного в тюбинг, поскольку рост по правилам безопасности должен быть не выше метра 50. Ну, и как-то вот сходу нам не очень хочется сразу быть грязной. Поэтому мы пойдем дальше, посмотрим, что тут бассейн, а там есть контактный зоопарк. В целом, я вам скажу, подружки, за 15 евро можно было бы все это дело как-то почистить. Что-то, мать, нихера недовольна за 15 евро. Ладно, пойдем на коз посмотрим. Мы же козы нас с тобой вдохновят. Смотри, какое крыско... О, господи, боже! Так, давай без пальцев. Давай-давай, не надо пальцев. Смотри, какие там два зуба. Как у тебя прям было в год. У меня еды для тебя нет, так... Эй, ты чего? Еды у нас нет для тебя, поэтому... Тусуйся. Смотри, какие они цветные крыски. Мне кажется, они голодные. Да, вот. Чего, стремно? Они такие, да, не очень приятные. Фусики? Бле! Смотри, на свободе один. Как раз для тебя. Ну вот, супер, давай, кролик. Ребенка, косну мне, подготовь. Пусть он с тобой носится. Как бы я тебя понимаю, жизнь у тебя была спокойна, но это уже не мои проблемы. Супер. Ну, класс? Там петушок поет. Давай пойдем козочек посмотрим. Ой, ты бозенький. О, и ламы тут есть, господи. Всяко-разно. Смотри, какой козленок, котенок. Посмотри. Залез на забор. Я понял. Короче, я отрабатываю свой билет. Окей, ладно. Ты вот можешь концентрироваться на своем этом кролике, а я вот буду качаться на качелях и на козу смотреть и радоваться, что я вижу козу. Все-таки как-никак. Дорогая коза получилась. Давай, иди. Иди. Иди гуляй. Давайте. Смотрите, какие у меня ноги прекрасные. Левая, очевидно, больше, чем правая. Смотри. Это наш друг. Свинтус. Да, да, да. Ой, конька. Давай, пойдем посмотрим. Свинюшка. Смотри, у свинюшки какой носик. Смотри, какие они клевые. Привет, свинтусята. Ой, ты бозня. Ой, ты бозня, да ладно тебе. Смотри, какие маленькие. Вот родится твой брат. Вот, это ты твой брат, а это я. И это, очевидно, наш дом. Да? И утки там есть. Ну, в общем, мои фавориты вот эти. Я думаю, что нам следует с тобой здесь остаться и стоять два часа. Слушайте, пикник-парк. Серьезно? Окей. Молчу. Приветы. Как дела? Вы рожать не собираетесь, нет? Молодцы. Умная коза. Мама овца идет. Ты как бы, это, я тут просто так мимо проходила. Не кипишуй. Слушай, это прям как у нас дома с тобой. Только почище немного у нас, да? Самолет? Ну, а мы тут обнимаемся с ламой. Лама клевая. Козлик. Козлик, здорова. Как дела? Ну, да, я понял. Ты впечатляешь. Мне так кажется, ты самый главный парень в деревне, да? Окей. А эти тут все трутся. Блея. Да? Ну, как-то вот вообще. Слушайте, я, конечно, может, преувеличиваю, конечно, но мне что-то как-то кажется, что прям все ужасно тут. Грязно. Адски. И отвратительно. Не знаю. Напишите в комментариях, вот так вот окей, вот такая будка. Блин. Удивлена я прям, что в ринге так. Ну, ладно. Ну, в общем, мы решили вот эту вот восхитительную царскую зону покинуть, пожалуй. Я думаю, что мы, как сказать, с Арсом еще приедем и заплатим 25 евро за двоих взрослых и одного маленького ребенка, чтобы вот, ну, вот эту вот целлофанку посмотреть и вот эту стопочку. Короче, котенок, пойдем посмотрим еще на грязные качели и лодки, и, может быть, испачкаемся там где-нибудь. Давай. Так, и куда ты будешь карабкаться мне тут, человек? Тут вот такая вот горень. Ну, давай, залезай, что все. Мужик сказал, мужик сделал. Давай, лезь. Я тут постою. Ну, вот, да. Да ладно тебе? Че? Че за стресс? Смотри, как классно. Скатывайся обратно. Ну, норм же. Опа! Давай. Так, давай-ка мать попытается. Сообразить. Ну, вот. Что это такое? Короче, первый аттракцион летающий ребенок. Да, скажи. Молодец. Давай, смотри под ноги. Тут какие-то вот зигзаги. Я не понимаю, в чем прикол этих зигзагов. Ну, это, наверное, считается какая-то полоса препятствий. Или можно катать какие-то непонятные машинки, которых здесь нет. Ну, вот, выглядит это все приблизительно так. Супер. Я считаю. Давай руку. Давай. Оба! Блин, я бы такого вообще не ожидала. Мне еще рассказывали, что этот парк очень крутой. Что-то капец как весело, капец как круто. Ты приезжаешь на целый день. Аттракционы. И все вот такое вот. Да. Ну, как-то вот кто-то шапку оставил. А нет, это кошка. Кошка, смотри. И вот стоит тут. Привет. Мы просто тут пройдем мимо. Так, бассейн. Значит, в этом бассейне, очевидно, можно купаться в августе. И вот есть вот такая вот развлекательная конструкция. Короче, ну вы поняли, да? Сегодня день засера. Потому что, ну, вот как-то... Короче, какой парк, такой и сер. Молодец. Мы свою лепту внесли. Давай пойдем вот туда попрыгаем. Оцените забор. Чувствую себя, как в Ленобласти. Когда выезжаешь из Санкт-Петербурга. Там такие же есть. И вот прям все то же самое. Классно. Пусть тут все вот такая вот грязнюка и прям ад. Адический. Но я вам скажу, когда ты сидишь с ребенком. Двухлетним, беременной, разваливающейся дома все время. Даже это кажется просто великолепным великолепием и спасением прям. Хотя бы картинку сменить. И, что самое важное, здесь забор вокруг. И он никуда не убежит. И в целом он может, ну, как бы, развлекаться тут, сколько ему влезет. Поэтому я на полном чиле. Еле за ним, конечно, ковыляю. Но, слава богу, что бежать мне за ним не нужно. Ну, за исключением вот этого агрегата, который там шумит. А он направляется в его сторону. Мама не может вот это вот все, извини. Потому что, ну, сам понимаешь. У матери тут эта ситуация. Я, конечно, все понимаю. Но как можно в таком состоянии держать вот эти вот все батуты. Вот это вот все грязное. Блин. Жесть какая-то. Ну, это же капец. Вот это вот. Че это? Эх. А вот это. Короче, вердикт однозначно. Это самый ужасный парк аттракционов, в котором мы когда-либо были. Это просто кошмар. Сегодня добрый влог. Я, как всегда, на позитиве. А что ты можешь там вот обойти вокруг? Рэм. Рэм. Вон. Вон дорожка, видишь? Ну, как-то у тебя отец. Доцент. А, ну ты еще в меня можешь быть. Ну, ладно. Сори. Ой, ты боже. Придется мне туда тоже, блин, залезать сейчас. Тут прям трэш во всем. Начиная с трассы, которая выглядит вот так вот. Да? Ну, то есть, вот так вот ты должен ехать по этой вот ровненькой трассочке. Заканчивая вот этими вот байками одическими, блин, которые просто уже. Ну, вот. Педали, например. Одной нет. Другая есть. Короче, это очень жестко. Если что, тут еще пахнет. Ужас. Ну, вот. Тут еще что-то надо говорить, не? Если надо. Сейчас еще покажу. Вот сюда. Мы сейчас сядем и будем кататься. Вот в эту лодочку, например. Супер. Ты решил человеку, бам, убраться. Правильно? Вот это очевидные игрушки для бассейна, да? Серьезно? Да еще хуже, чем эти крысы там в шапке. Ну, благо двухлетнему ребенку пофиг. Вот развлечение лопата, метла и говно. Не-не-не, не туда. Окей. Котенок, давай мы не будем с тобой еще добавлять тут им в жизни мрачных красок, ладно? Ну и как бы, чтобы вот, как сказать, до конца описать это чудное место, тут еще можно арендовать какие-то палатки за 100 миллионов евро на весь день и в них сидеть. Ну, в общем, я думаю, что вот палатку я бы, если я бы арендовала за 100 миллионов евро, я бы ее вот здесь вот разбила, прямо вот у этого ручейка. И вот тут вот есть тренажер для моей беременной задницы. Все, баба, ладно. Блин, у меня сейчас истерика начнется, блин. Ну, вот мой сын понимает. Только ты знаешь, ну, как тебе сказать, это тебе должны заплатить за вот это вот все, что ты сейчас делаешь, а не ты. Я, если что, тут с лопатой нет, с метлой, блин, стою. А, ну вот, слушайте, вот эти вот странные вот, которые были штучки, препятствия. Это же для гольфа, оказывается, было. Окей, не додумалась матушка. Так, вот оно, что, бабы, тут феерия начинается, вы представляете? Вот это же не просто так конструкция была. А тут, блин, вот, вот инсталляция. Да, это меняет все абсолютно. Все сейчас поменялось, и я считаю, что вот стоило того, действительно. Смотрите, какое вот прям волшебство он. Это как это. Ой. Окей. Теперь я немного тоже мокрая. Это вот прям вышаг технологии. А еще тут написано, что перед тем, как зайти в бассейн, нужно помыть ноги. Значит, заходим сюда. Смотри, котенок, я тебя учу. Заходишь сюда, моешь ноги. А потом заходишь сюда. А потом выходишь и моешься весь после бассейна. Я присмотрела, стюбинги тоже. Они как-то такие потерлись слегка. Ну, вот прям слегка. Так, пойдем посмотрим, что там. Тут, кстати, для безопасности детей. Вот тут можно подзарядиться. Вот здесь вот, у этого столба. Дети, приходите. Тут может быть раз, два, три, четыре ребенка сразу. Хрясь и норм. Здесь, если ты не сломаешь ногу об эту яму, можно подняться. Рэм, да? Слышал? И отведать какой-нибудь просто невероятный обед. Потом тут есть сухой бассейн, в котором детки могут играть. Выглядит он вот так вот. Чисто все. Сразу видно, дезинфекция проводится ежедневно. Явно за мои 15 евро. Блин, по-моему, у меня сейчас истерика просто начнется. А еще самый прикол, что когда ребенок туда заходит, там вот между шариками, когда нога попадает вот на пол, там не пол. Там вот такие вот трубы. Вот такие вот трубы. И они просто вот, ну, как бы... Ну, так, чтобы... Если ты не сломал ногу об ту вот эту яму при входе, ты можешь сломать ее об вот эту трубу. Между шариками. Видите, вон она труба. Вон она. И чтобы вы понимали, его достать я не могу. Потому что вот тут просочиться я со своим животом его не могу вообще никак. Как бы мне просочиться? Ты в туалет хочешь, котенок? Я понял. Мы еще на горшок хотим. Ну, слава богу, что у нас подгуз. Ну, это хороший этот знак, котенок, что ты вот это контролируешь процесс. Молодец. Давай, вылезай. Пойдем. Еще что-нибудь адское поищем. Так, дальше тут у нас... Я не знаю, что это такое. Ну, правда. Я вот вообще не знаю, что это такое. Что это такое? Там вот еще одно такое. И еще такое. И такое. Короче, ладно, все. А это вот за бассейном. С шариками. Тут что-то просачивается. Ребенок, ты не хочешь туда в дырку просочиться, чтобы меня тебя не вытягивать оттуда? Что тут произошло? Короче, ладно, подружки. На этом сегодня все. Дозу моего субботнего позитива получили. Тут как-то вроде бы и дождик собирается, поэтому мы, пожалуй, будем сматывать свои удочки с этого великолепного места. С ним попрощаемся раз и навсегда. И я надеюсь, что больше мы сюда не вернемся. А ребенок поедет домой с падушки. Да? Все. Ладно, баба. Желаю вам доброго дня. Увидимся с вами в понедельник. Чурю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok